В эфире седьмого канала новости. В студии для вас работает Елена Крылатова. Здравствуйте! Вместе со всей командой информационной службы мы готовы подвести итоги этого дня. Четыре человека пострадали в результате ДТП на углу Разумовской и Мясоедовской. Утром там столкнулись джип и Хонда. От удара внедорожник влетел в светофор. Один из водителей на месте событий рассказал, оба автомобиля двигались на желтый сигнал и якобы не захотели пропускать друг друга. Как следствие, трещины на лобовом стекле и огромные вмятины на кузове. Человек-водитель лежал уже как бы с окна и уже начали тут подвигать люди, вынимать его и уже посадили возле дерева и как бы уже оказывать первую медицинскую помощь. Молодые ребята все были, вот то, что я могу сказать. Молодые решили проскочить, но не проскочили. В результате аварии водителя Хонда и троих пассажиров джип доставили в больницу с травмами разной степени тяжести. Обстоятельства аварии выясняют правоохранители. Спасли пострадавшего, эвакуировали одного мужчину из горящего здания швейного цеха завода «Утус» на Варнинской. Пожар произошел в воскресенье вечером. Причина возгорания в электрощитовой на первом этаже четырехэтажки. Огонь удалось ликвидировать менее чем за час. От госслужбы по чрезвычайным ситуациям привлекли 12 единиц пожарной техники и 45 спасателей. Через ночные задумывания рятувальникам довелось опрацовать в аппаратах для защиты органов дыхания и зору в ланце газодимозахисной службы. В складе ланки было эвакуировано человека с третьего поверха. Также в одному из помещений цеха было найдено человека, которого было транспортировано до кареты швидкой медической помощи. Отмечу, мужчину нашли в кабинете цеха на первом этаже. По предварительным данным, он пострадал вовсе не из-за отравления продуктами горения. Полицейские устанавливают обстоятельства. Еще один масштабный пожар ликвидировали спасатели на складе в селе Усатого. В эту субботу погибших и пострадавших нет. Сложное стушение заключалось в том, что из-за горючих материалов огонь быстро распространился внутри здания. Кроме того, ближайший пожарный гидрант размещался в 300 метрах от места происшествия. Возгорание общей площадью 800 квадратных метров ликвидировали менее чем за два часа. К работе привлекли 9 единиц техники и 33 спасателя. Причины и ущерб устанавливают. 16-летний подросток, которому пришлось ампутировать ноги, находится в тяжелом состоянии в реанимации. Напомню, еще 15 января юноша вышел из дома и скрылся. У парня были проблемы со здоровьем. Найти его удалось только через три дня посреди поля в сотни километров от города. Как выяснилось, все это время подросток шел пешком в поисках родного дома. К сожалению, спасти обмороженные конечности медики областной детской больницы не смогли. И у него начала развиваться, ну, это можно говорить так, как генгрена. И не было никакой возможности уже спасти эти кинцівки. И по черзі позавчора и позапозавчора были сделаны операции ампутации кинцівок. Дитина, звісно, лишилась инвалидом. Лишилась, ну, только зараз надія на протезування. Зараз станет дуже важкий. Одесские волонтеры уже собрали средства на протезы. Лечение мальчика впереди – долгая реабилитация. Дело Делфи. В госпограничной службе Украины заявили о невиновности командира корабля Одесского отряда морской охраны в служебной халатности. Заявляют, офицер не имел оснований для задержания танкера, ведь он не нарушал режим госграницы Украины и приграничное законодательство. Когда же капитан Делфи подал сигнал бедствия, корабль морской охраны находился рядом в готовности спасти экипаж. Напомню, 1 февраля прокуроры направили в суд дело касательно командира морской охраны Одессы. Ему инкриминируют халатные отношения к воинской службе. По версии следователя, в ноябре 2019-го обвиняемый знал о наличии нарушений на Делфи, однако не задержал его. Все обстоятельства рассмотрит суд. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Далеко не первая акция предпринимателей с такими требованиями. Была осознана Рада по четырем направлениям. Это первое, самое важное, это по либерализации закона ОБРРО. Потом по либерализации рыночного надзора, трудовых отношений и цифровизации. Это эквайринг, высоченные ставки, обслуживание в интернете. Мы подготовили свои проекты по всем четырем направлениям. Ни один из этих проектов до сих пор еще в силу не вступил. Оставьте нас в покое, мы хотим кормить свои семьи. Я предприниматель с 96-го года, свой бизнес организовала сама. У меня родители инвалиды, мне никто ни копейки не дал. И на сегодняшний день я должна закрыться и уйти, потому что я не смогу оплачивать в такие сезоны, зимние периоды, вообще торговли нет. Мало того, что нас вводят в карантин, не оплачивают его. Мало того, что нас заставляют падать на колени, искать себе кассовые аппараты, искать выходы, вынуждены выходы, обманывать государство. Потому что те законы, которые они принимают, они просто зверские. Уже 16 февраля предприниматели из нашего региона планируют поехать на аналогичные акции протеста в Киев. Жители улиц Крушельницкой и Хударской перекрыли движение на перекрестке в эту субботу. На дорогу митингующие вышли вместе с детьми. Требуют прекратить ежедневное отключение электроэнергии. Утверждают, уже три месяца свет в их домах гаснет с 8 утра до 7 часов вечера. Поэтому не работает отопление, а школьники не могут заниматься дистанционно. Значит, такого даже после войны не было, как вот в данный момент. Это геноцид, самый настоящий. У нас детки маленькие, пришла женщина с роддома и бутылками обкладывает горячей водой ребенка, чтобы не замерз. Вот это такая ситуация. И вот все люди, которые собрались, они не дадут соврать. У нас это систематически, ноябрь, декабрь, по 8, по 10 часов отключения электроэнергии. Январь 5, 8, 5, 8. Сейчас вот декабрь настал, да? Вот сегодня второй день, что у нас электричество не отключают. Не знаю, по какой причине. На встречу с людьми обещали приехать депутаты. Впрочем, ни руководство города, ни коммунальщики так и не явились. Вспышка коронавируса в Одесской мэрии и наличие инфекции подтвердили более чем у 50% сотрудников муниципалитета. Об этом заявили в ходе аппаратного совещания. Сейчас в департаментах труда и муниципальной безопасности больничные взяли 30% чиновников, в аппарате исполкома до 50%, а в департаменте коммунальной собственности все 60%. В ближайшие две недели заболеваемость COVID-19 может возрасти до 60 тысяч случаев в сутки. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Лешком. Так, в воскресенье 6 февраля в Украине зафиксировали почти 23,5 тысячи новых случаев коронавирусной болезни. 115 человек скончались в Одесской области. За последние сутки диагноз коронавирус получили более 2000 человек. Обошлось без летальных исходов. В Украине зростание продолжает уже 4 недели. На следующем, пятом, неделе также ожидается зростание количества случаев коронавирусной болезни. А уже с 7 недели 2022 года заболевание, вероятно, начнет стабилизироваться и снижать. Напомню, 6 февраля в Украину доставили 60 тысяч курсов препарата «Молнупиравир» для лечения COVID-19. Уже в ближайшее время Минздрав их должны распределить и передать в области. С 10 до 5 дней в Минздраве сообщили о сокращении срока самоизоляции пациентов с COVID-19. Отныне он продлится 5 дней с даты появления симптомов или получения положительного теста. Делать повторный ПЦР не обязательно. Основное условие – отсутствие симптомов. В то же время, если прошло менее 5 дней, а вы получили отрицательный результат, это также основание завершить изоляцию. Напомню, раньше, с момента появления симптомов или получения положительного результата ПЦР должно было пройти 10 дней. И еще 3 дополнительных без симптомов коронавируса. Миллионную прививку от COVID-19 в Одессе сделали в эти выходные. В Центре массовой вакцинации на Среднефонтанской мужчине, ставшему юбилейным вакцинированным, презентовали фирменную толстовку, шампанское, торт, плитку, шоколады и другие подарки. Мужчина привился пока только первой дозой и планирует вводить вторую. Это будет сделать мою жизнь легче. Я смогу ездить, смогу передвигаться. Ну и во вторую очередь, наверное, все-таки уже пора, учитывая, сколько сейчас уровень заболеваемости. Думаю, это основной факт. Добавлю в Вадессе первую дозу. В Вадессе первую дозу получили более 480 тысяч человек. Полностью от коронавируса уже вакцинировали около 48% жителей региона. И таким увидели этот день наши корреспонденты. Следить за нашими новостями всегда можно на официальном сайте седьмого канала и в соцсетях. А если вы стали свидетелями резонансных событий, звоните нам по телефону 726-32-26. Оставайтесь с нами, ведь это наш город и ваш седьмой канал. Непременно увидимся. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова